ну а мы переходим к следующему поединку бой весовой категории до 57 килограмм кадыкеев иса против мерзололова бихруза ждем мы сейчас узбекского бойца пропускает его в клетку ну и собственно сейчас анонсер объявит и так попрессим бойцов аплодисменты боец в синем углу весовой категории 57 килограмм его рост составляет 368 сантиметров победитель добылых проффайт 3 тайм у нас и надо тренер нурбек и смейлор команда альянс ему двадцать четыре года встреча и его соперник представители команды узбекистан уроженец города ташкент весовой категории 57 килограмм его рост составляет 169 сантиметров чемпион по рукопашным боям узбекистана тренер тугизбаев мазур командам мангуст ему 20 лет встречаю миджалов миджалова байсы в середину кадыкеев веса в синих шортах миджалов в шортах с изображением тигра красный первый раунд поехали смотреть вновь кыргызко-узбекское противостояние 24-летний опытный кадыкеев иса против очередного подопечного тугизбаева мансура команда мангуст ташкентский парень мерзалолов весовая категория до 57 килограмм фактически идентичны по своим антропометрическим показателям оба спортсмена по первым минутам разглядывают друг друга здесь хорошие мидулки прошел от мерзалового вот она ответочка видно видно что бойцы опять-таки любят именно поработать в стойке собственно и мы как болельщики тоже это любим в вязких телодвижениях в партере скорее всего не будет вот это неплохой лоу кик попытка продолжить и вторым темпом выпад отлично работают кадыкеев и сейчас защитную защитную позицию перешел вяжет руки поднимает бихрус и суток даун да вот он во второй раз держится за руку но вновь тратя при этом очень много сил мерзалолов поднял и в третий раз пытался схитрить пойму взяться за сетку запрещено тем не менее довольно болезненно трижды подряд мерзалолов исполнил тейкдаун здесь ногами поймал в треугольник нельзя ногами держаться за сетку здесь рефери наблюдает за другой ситуацией ну и пока непонятно пока непонятно вновь попытка поднять оппонента на сервис уже сил не так много все-таки больше трех минут находится в октагоне соперники дважды бихрус пробил сверху в итоге была попытка стать но кады киев настаивает на своем переводит опять все в партер еще полминуты работать в первом раунде довольно долго лежат такой ситуации пока ни туда ни сюда вяжет и сады киев оппонента пытается что-то придумать все-таки мерзалолов выбрался мы видим что рассечение у хады киева на первый раунд заканчивается видимо сталкивались лубами несколько раз и здесь пошла кровь поисуем но это не повод останавливать поединок определенно во втором раунде мы его увидим а давайте посмотрим за этими невероятными тейкдаунами в исполнении мерзалолова раз поднял затем это это по моему уже третья попытка до 2 2 нам не показали но там было тоже исполнено более-менее в целом первый раунд обоида острые и бойцы в определенном смысле затравка основному действу которое будем надеяться начнется во втором раунде пока нокаутов мы не видели ну собственно а болевой в прошлом в бою не самый сложный скажем прямо был для батрулова мирбека в очевидной ситуации измотал оппонента поймал его за шею и смотрим дальше второй раунд исаак адыкеев против марзалолова бихруза хороший луки пытается вновь перевести все в партаре са уворачивается бихруз опять едва не поймал вот хорошая двоечка пока чуточку точнее во втором раунде действует узбекский боец четвертый поединок турнира в профайт 21 проходящего городе джалабад прошедшего уже собственно запись с этого ивента а вашему вниманию на телеканале нтс спорт и ищите если вдруг пропустили начало ищите а все бои на нашем youtube канале спорт две минуты второго раунда прошли кстати первая минута была куда более активной затем начали а бойцы избегать откровенных столкновений выпад от адыкеева от веточка от мерзалолова но практической пользы эти действия обоим бойцам не принесли вот здесь могло получиться неплохо эти бросок многие пытаются перевернуть оппонента и выиграл все таки позицию хадыкеев вот здесь может получиться круто пошел пошел бить но ким-то невероятными усилиями межзалолов разворачивается и опять та ситуация что была в первом раунде пытался исполнить тейкдаун но умудренным опытом хадыкеев на сей раз ногу оппонента захватил пытаются отдышаться сейчас очень энергозатратные кусок раунда у нас был вырывается мерзалолов здесь попал по моему да казалось бы неплохо держал оппонента кадыкеев здесь вот поймал руку на болевой ох ох вырывается все таки са доброго вовремя среагировал развернуться как его и не позволил за голову взять себя на болевой но видно что в партере бихрус похуже нужно бить он пошел молотить здесь пытается межзалолов вырваться но благо спасает его в очередной раз гонг последние секунды второго раунда поймал в захват душит держится держится и второй раунд заканчивается выпускает оппонента да очень изматывающие последние пару минут в октагоне провели бойцы но победителя так и не выявили давайте посмотрим а вот здесь двоечка бихруса опять-таки попытка мерзалолова была взять на болевой но как же красиво вырывается кодекеев и в дальнейшем находился лучше ну и вот собственно решающий третий раунд кодекеев иса на правах хозяина пинком чуть ли не открывает дверь врывается в октагон и сейчас ждут мерзалолова ну сюда по настрою кодекеев готов разрывать оппонента посмотрим получится ли это у него просит кайрат мусайев сейчас аплодисментов для бойцов и что ж третий раунд на все на респекте на уважение отчет пошел здесь уже неплохо разменяются и пиками под и киева даже поострее вышла чувствуется усталость у обоих бойцов второй лоу кик подряд мерзалолова вторая попытка правда была не самая успешная еще один удар по бедру пропускает кодекеев и саж ждет он своего момента здесь довольно странно получилось в итоге выпад сам но сам оказался внизу и опять пытается руку захватить но видимо что у мерзалолова нет большого опыта как грепплера и раз и сайт им пользуется спокойно уходит от подобных атак здесь ногами очень грамотно повязал продолжает бить мы знаем что у кодекеева рассечения и конечно неприятно ему здесь вдвойне половину раунда уже отработали ребята адекеев пытается сейчас подняться на ноги но мерзалолов шикарно поймал этот треугольник ногами а вот в атаке иса пропускает бихрус пару ударов сразу же выпустил оппонента из захвата смотрим что дальше после этого начали работать в корпус кодекеев начал работать в корпус кодекеев отлично пробивает отчувствуется буквально на характере сейчас колотит иса своего оппонента бихрус пытается из этой ситуации выйти все-таки победителем но она получал очень много ударов и сам себя завел в патовую ситуацию последняя минута продолжает атаку кодекеев терпит терпит последние полминуты и начинает уже кодекеев ногами потихоньку пробивать сильные акцентированные удары сами знаете куда но похоже мерзалолов дотерпит в этой ситуации пять секунд еще две одна и собственно матч сейчас должен завершиться но нет да вот только только на 10 попозже ну и интересно будет узнать кто же стал победителем в этом бою очередной бой который смотрелся примерно равно здесь мне кажется что кодекеев иса все-таки должен выиграть первый раунд от него был примерно равный во втором он действовал куда ярче ну и в третьем на мой взгляд своего оппонента задоминировал посмотрим со счетом 3-0 победа держал КДК ИСА да все-таки выигрывает ИСА 3-0 поздравляем его но узбекский боец